23 августа в киеве состоится крымская платформа это мероприятие властей с целью привлечь внимание к вопросу полуострова но верит ли кто-то вообще что крым можно вернуть и если да то как давайте узнаем у киевлян привет всем меня зовут антонина белоглазова поехали вы верите в то что крым можно вернуть нет почему потому что так сложилось уже так сложилось это требует очень больших усилий военных так далее украина не готова забудьте про крым но при каких возможно условия я не вижу я не доживу а как вы считаете хотят ли люди вернуться в украину нет нет потому что они не видят куда возвращаться если бы у нас была ситуация намного лучше чем в крыму это был бы стимул а так это шило на мыло то есть украинским властям не стоит да заниматься крым это это популизм они будут все власти будут заниматься этим но никто ничего не сделает все хорошего я думаю что он вернется вы знаете хотели чтобы он вернулся мечтал бы то что я всегда очень люблю крым моя надежда оптимистично что может быть дети скорее у меня уже много внуков скорее внуки может быть это увидит но при своей жизни я этого даже не вижу предпосылок удовлетворены ответом но все может быть я больше оптимиста вы спрашиваете по сословиям по уровню образования или разные группы у вас вот возьмете людей ну с более низким образованием сказать конечно наш конечно вернем конечно верим ну немножко аналитики давайте посмотрим на ситуацию украинского правительства столько проблем что крым стоит самом конце очередь проблемы говорят тарифы язык коррупция силовые структуры которые настроены как гармошка почему мы потеряли крым одно условие что все силовые органы которые сегодня занимаются экономикой не занимались безопасностью там не было ни сбу не мвд не потом набу и так далее где этот пирог его там нет не было поэтому все надо восстанавливать не верю люди даже с частной собственности вот тут вокруг себя уже никто ничего не хочет делать то есть вы хотите сказать что никто не собирается на самом деле возвращаться ну нет таких людей которые бы взялись за этот гуш вы понимаете все которые были лидерами уже умчались в англию в америку ну а вернуть крым обратно как вернуть как и как это как реально вот как реально у меня например никаких у меня родная сестра отгородила пологорода и несправедливо потому что я все время родителям помогала вот как я могу драться с ней драться не охота мы уже настолько грамотные что понимаете уже дошли до такой грамотности такой интеллигентности и такого интеллекта что нам это ни к чему живут они там хай себе живут что я поду драться с ними ли мой брат пойдет драться уже и уже нету таких людей чтобы пошли на это вы предлагаете отпустить вопрос крыма больше не заниматься этим потому что не верите в то что его можно вернуть конечно отпустить и больше не заниматься не портят людям настроение какая разница кто там живет или я его или вы люди тысяч самые люди как живут себе вы как можно менять вот я не должна там жить и ты будешь или наоборот не знаю у меня в россии родственников сколько братья сестры тетки дяди мне как это без разницы они в москве живут или я там должна жить ну и вместе с тем не знаю может я уже старая но я смотрю на теперешних мало молодых людей вот внуки там дети у них нету этого бойцовского уже нас настроя вы понимаете уже начитались насмотрелись на наслушались и уже как-то понимают что это все бессмысленно жизнь дается раз что-то воевать за тот кусок земли когда осталось жить несколько лет и и положить там эти остальные годы себе вот там на поле брони солдаты оттуда приезжали тоже удивляются за что мы воюем мы воюем воюем а эти убрали весь урожай и своими проторенными тропами пошли на русский базар ну и вот сидят и рассуждают солдатики я их слушаю и тоже удивляюсь вот они воюют и сами не понимают зачем это надо вообще официально и по закону крым украинский он был аннексирован незаконно соответственно ну или есть какие-то протоколы но я в них не верю что это можно сделать естественным путем это можно сделать либо насильственно либо естественно ход истории сам вернет его назад может век мы не можем знать наверняка может а может и 10 лет а может через пять лет но насильственно отобрать его будет невозможно тут будет или распад российской империи как говорится тогда автоматически посыпятся все его сателлиты как говорится тогда крым отойдет назад я думаю нет я думаю это не естественным путем это сделать будет уже невозможно я думаю что это или должна развалиться россия тогда на фоне таких же перетрубации крым отойдет или естественно ход событий когда крым просто но ближайшее время я почему-то не не верю что что может вернуть а как вы думаете люди захотят вернуться если проживут там достаточно долго то нет потому что когда придет новое поколение которое выросло при россии по на каких основаниях она захочет вернуться в украине тогда вопрос каким таким естественным путем они захотят вернуться каким-то естественным же путем он попал в украине относительно правильно законным естественно таким же естественным законным путем он может вернуться назад вы верите в то что крым можно вернуть не знаю мне кажется думаете нет да нереально а вы как считаете я считаю все хорошо наша власть постарается то он может и заберет а каким образом что должна сделать власть такого чтобы все-таки получилось вернуть ну больше переговоров хотя там никогда не было а лишь то наши люди там наша территория а люди хотят как вы думаете вернуться ну 50 на 50 я так думаю если там и россияне и украинцы кто куды кто кого любит кто любит украину кто россию так что а вы почитать я не знаю я ни с кем оттуда не общалась и как бы мне сложно вот но думаете что уже нереально это сделать но если это будет реально то мне кажется это на очень будет сложно и мирным путем вот мне сложно верится что мирным путем они могут с россией договориться нет почему потому что никто его не отдаст и нам вернуть его что значит вернуть надо чтобы они хотели вернуться а если у нас не хотят жить здесь а наоборот уезжают так тоже вернется туда куда выезжать коренные нормальные люди о чем мы говорим по создать условия это блеф а как вы считаете украинские власти что-то делают для того чтобы люди хотели вот вот это большой вопрос все говорят что делают многое что а результата к сожалению нету и 30 лет независимости показывает что его не только нету а все ухудшается а не улучшается как считаете стоят ли властям украинским отпустить вопрос крым я не знаю что значит отпустить не заниматься этим больше нет заниматься нужно конечно почему нет надо заниматься сознанием с пониманием и с учетом интересов крымчан а поскольку в крыму уже нету крымчан как правило а заселяется теми кто будет лоялен к россии конечно поэтому на кого рассчитывать на тех кто заселился нет потому что россия не отдаст крым никогда в жизни нет надо как-то договариваться договариваться надо но все равно надо узнать на каких на каких условиях может быть как-то не знаю может быть дать какие-то права особенные крыму и со стороны россии и с нашей стороны чтобы крым был может быть даже совместным совместное использование такое может быть надо договариваться надо не воевать не ругаться надо договариваться но это моё мнение такое а как вы считаете реально ли дипломатическим путем через а военным тем более она просто уничтожит украину нет мало кто хочет я даже когда-то отдыхал но часто отдыхала крымчане все таки больше к россии тянутся они к украине даже в те времена в начале начале годов вот этих этого века там восьмой девятый год как-то недолюбливали украину крымчане ну во всяком случае мои знакомые вот так потому что крым испокон веков не был украинским я так считаю он был татарский потом воевали русские там с турками с англичанами в крыму там крымская война была украинцы воевали там но там воевали и другие народности всякие так что я не считаю что крым украинский а как вы считаете украине стоит продолжать бороться за крым чтобы но бороться надо потому что хорошо бы было конечно чтобы у нас был крым я это с этим даже очень приветствую потому что все таки и отдых у нас там было все ну как получится так и получится я думаю что нет думаете нет почему кому-то это не выгодно россии очевидно не выгодно дело в том что мне сложно говорить о политических играх потому что я этим просто не интересуюсь но как как бы по ситуации я не имею меня нет оптимистического какого-то взгляда на это но вы верите в то что дипломатическим путем путем переговоров можно как-то вернуть это должно это знаете должно быть что-то сверхъестественное это как рухнула стена вот это вот когда вам вот это вот в германии вот точно таким же образом должно произойти что-то совершенно сверхъестественное когда это вернется вот ну а а так путем политических переговоров нет скажем так ближайшие пять десять лет нет а дальше что поменяется ну как у нас все верят что распадется россия а иначе иначе нет а вы тоже в это верить ну как вам сказать я наверно не доживу я уже старый это нет нет ну никаким но только распад россии или 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 меняется там власть и на каких-то условиях россия соглашается вернуть только так но нет украины сил военных не дипломатически можно но только не стоит не с той властью что сейчас там ну и наверное той что сейчас у нас ну кто его знает ну кто его знает но вы видите как там меняется все там типа может может следующий горбачев придет который не развалит или ельцин ну кто-то вот это же непредсказуемо ну девушка это 20 лет так сейчас путин правит можно какие-то планы строить скажем так вот пока он при власти нет нет тяжелый вопрос мы-то в принципе верим но насколько это возможно это наверно это другой вопрос но вера при этой власти не дошли никто я так а что там власть поменялась а что должны сделать вы говорите при этой власти да а что при новой власти нужно делать чтобы получила начала новую власть для начала потом они пускай и думают чтобы мы их избрали и предлагают что тут не только наша власть я чем проблема еще в той власть в российской области вот если там были перемены тогда было проще говорить а так с тем договариваться вместе возможно у вас есть какие-то мысли по поводу того при каких условиях можно было бы нет но сейчас что-то делается ждать какие-то но помогут ли такие крымские платформы хоть что-то надо делать хоть что-то чтобы их избрали второй раз хоть что-то делать в принципе мне кажется да вот что-то происходит какие-то шаги предпринимаются это уже неплохо но для того чтобы это сработало со стопроцентным результатом мне кажется еще нужно очень много усилий очень много времени и людей других вот так как вы считаете хотят ли крымчане вернуться в украину тоже вот тоже да и это равно вас просит это тоже немало правильно с ними надо вещи вообще да да тоже вот сложно сказать там нет родственников мне каких-то связи общения ним не могу предоставить какую-то достоверную информацию потому что нет общения как такового на пенот с первым лицом а так слухи на что же слухам верить пропагандой пропаганды много поэтому нет не верю потому что там большинство населения за россию и в свое время были заселены туда для того чтобы как бы крым был их я не помню какие года туда было заведено русской насти сибири откуда угодно и точно также сейчас продолжается они завозят туда предлагают дома там пожалуйста кто же будет возвращаться нет они могут пытаться но я думаю что ничего не будет там еще надо провести референдум и узнать мнение людей потому что большинство людей я думаю что будут не согласны но вы его дыхали к нему вы же понимаете какое там население ну вот и все татары и русские в основном украинцев там раз-два и обчелся ну это как говорится принцип принцип это дело принципа ну во первых чтобы ну это и украинская идея вернуть крым я не знаю что надо что может произойти чтобы вернулся крым боевыми действиями но это нереально это еще хуже сделать но путин его никогда не отдаст никогда не отдаст это это смешно это ему значит это только я не знаю если кто-то придет после путина я не знаю кто и когда если еще придет нормальный человек адекватный который как бы как щербицкий себя поведет когда он дарил крым украине но тогда же был союз они как бы потому что ближе к источнику воды чтобы было достаточно доставка воды легче и прочее не знаю кто пойдет на это и столько времени прошло это надо было делать а делать это нельзя было потому что это была серьезная война а сейчас уже столько времени прошло там выросло уже поколение детей которые понятия не имеют вообще что не были когда-то в украине точно так же как наши дети не знаю что советский союз был вот и все это не знаю пока это идея чем она закончится не знаю да верю каким путем каким образом военным а вас не смущает военный потенциал россии нет россия исчезнет с карты географической и и не будет после этой войны перед перед а что что произойти должно что на исчезновение россии аннигиляции как когда это произойдет богу есть конечно конечно да и каким образом ой это таки питание знаете мирным шляхом да главное чтобы это было мирным шляхом потому что очень такая критичная ситуация на сходе и жалко шкода наших військовых которые там дня в день гинуть а результат по факту никакого нет уже сколько лет да ну и я про крым ну девица ну относно кримом теж напевно как с мирным шляхом потому что там же не вси люди хочут повертаться какая-то стимка хочет что крим была ну частью россии тому якось ну это питание требовало решать не знаю по мирному сто процентов а вы считаете что мирным путем я думаю да потому что у нас депутаты разумные люди и они смогут организировать и решить так что крим повернется до нас в украине но когда завершится влада путин а напевно тогда сможет это быть мирным шляхом а вы думаете если поменяется дан власть это как-то поможет украине вернуть крым ну если кто-то адекватный прийдет до влади то да ну просто разумеете ну влада напевно між собою це це питання помирному ніяк не вирішить тому що це такий лакомий кусочок яким хочуть всі володіти але з іншої сторони ну задіювати якісь військові сили щоб це була ну такі знаєте розв'язалась третья війна то ну не знаю чи варти цього крим багатьох життів наших людей якщо це буде вирішуватися війною то ми не дуже хочемо окрема якщо це буде мирно то вже хотіли якщо це буде вартовати багатьох ну навіть багатьох там мало немає вже значення людських життів то нехай вже буде так як буде вернуть його можна за дві недели просто нормальні переговори всьогодні а если люди не захотят а люди не хотят основная масса там не хочеть да процентов тридцать хотят ну много живет там родственникам общаюсь процентов 70 им одинаково они жили при украинской движении шо они чи при рублях чи при гривнях им все равно при чем жить главное чтоб их не ущемляли вовсю их поущемляли да которые кто-то много разговаривал там же ничего себе власть страшная поущемляли потом все живите себя как и жили солнце нормально а вы допускаете военным путем возврат в Крыму девушка это с кем это с кем с россией воевать серьезно они шапками закидают украину ребята два часа войны и они в польше не допускаю вы что понимаете некоторые люди говорили что войной 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 с россией это уже сразу тупо можно договорами переговорами на условиях каких-то да не вопрос только так можно по-другому никак все должно быть взаимовыгодно должно быть удобно и одному и второму человеку когда они договариваются правильно так же самое если стране должно быть одно и другое удобно да рано или поздно каким образом ой девушка будем надеяться на наше правительство что у них получится пусть там в кремле умрут побыстрее вот это да придут другие придут другие может быть люди которые не знают что такое советский союз придут к власти в россии тогда будем будет что-то меняться но вы верите что дипломатическим путем да 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 на каких условиях на тех условиях которые сейчас проговаривает команда зеленского и мы очень верим чтобы дай бог чтобы у них получилось и все сложилось а военным путем нет военным путем у нас разные весовые категории с россией думаем далеко не каждый да это борьба это будет борьба за голову как пропаганда да наверное пропаганда пусть с нашего ска работают специалисты пусть думают над этим надо бороться за народ не верю а вот почему вы не верите потому что там очень сильные русские традиции русская культура там российский флот стоит там в украину его никогда не отдадут понимаете поменяется путин поменяется еще кто-то крым будет российский не отдаст россии они костями лягут русские я хотя сам украинец но я говорю по-русски в основном хотя может по-украински так же саму вильну я кинави навіть в канаде мене признала что ты украинец россия никого не видать крым они там кисками полягают алина вид дадут возможно есть какие-то условия при которых они бы все-таки отдали при условиях того что украина войдет в состав россии вот тогда при крым берите под управление вот или наоборот россия спасибо